Именно сковорода стала первой кухонной утварью человека. Плоский камень прекрасно распределял тепло по всей своей поверхности и равномерно прожаривал мясо. Когда наши прародители стали использовать глиняную посуду, сковорода приобрела свой привычный вид. Кстати, классика жанра чугунная сковорода была отлита еще до нашей эры, а вот массовое производство началось только в 12 веке в Европе. В средние века о достатке хозяина судили поручки сковороды. Богатые дворяне делали их из золота, украшали драгоценными камнями, правда, ручки эти были съемными и шли в ход только во время знатных перов. Но настоящий бум сковородки пережили с открытием тефлона, который в апреле 1938 года впервые получил 27-летний химик Рой Планкетт. Причем совершенно случайно, он искал замену фреону в холодильных установках, а нашел антипригарное покрытие для сковородок и кастрюль.